Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Светлана Ладина и Евгений Фатеев, катехизатор Храма на Крови. Здравствуйте! Евгений ведет в Храме на Крови разные циклы бесед. И вот сейчас открылся цикл бесед на тему помощи родственникам людей, которые находятся в местах лишения свободы. Эта часть церковного служения, как правило, вообще не на виду, и говорить про нее, вы видите, достаточно сложно. Если другие направления мы хорошо знаем, их можно увидеть, в них можно поучаствовать, то помощь осужденным и их семьям тема довольно-таки закрытая. И, честно говоря, вопроса сегодня к вам, друзья, у нас нет. Но вот есть человек, который готов ответить на ваши вопросы по заданной теме и выслушать какие-то предложения и размышления. Как всегда ждем ваше честное мнение, наш телефон 379-65-70, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Евгений, мы уже как-то раз встречались в эфире по этому поводу, но все-таки давайте повторим, как родилась вообще такая идея и в чем заключается суть бесед, какую помощь вы можете и хотите оказать родственникам людей, которые находятся либо под следствием, либо уже осуждены. Как родилась эта идея? Идея эта родилась давно, и мы только сейчас смогли ее осуществить. Почему? Потому что это наиболее наболевшая проблема. Очень большое количество людей у нас в местах лишения свободы пребывало и до революции, и после революции, и до перестройки в советское время. И сейчас это тоже не меньшее число людей, которые так или иначе находятся в местах лишения свободы. Они сами страдают, и страдают их родные. Матери, отцы, братья, сестры, жены и дети. Жень, ну вот кто-нибудь возразит, а перед тем, как началось их страдание, от них страдали другие люди, то есть все закономерно? Да, страдали другие, и мы этот тоже вопрос рассматривали, но мы с вами должны понимать, что был первородный грех, страсти в нас действуют, есть политическая обстановка в стране, от ошибок никто не застрахован. У людей есть девиантное поведение, делинквитное поведение, может быть кто-то за норму переходит, кто-то заходит за пределы границ закона, и поэтому, конечно, это во многом зависит от воспитания в семье, от образования в школе, от социального положения в России, но так или иначе люди все равно туда попадают. И поэтому очень главное сейчас их не забыть. Вообще, по большому счету, если сказать по-честному, то осужденные и их родственники, ну кому они нужны? Кому их нужны проблемы, их проблемы? Кому нужна их боль? И как-то вот у нас в стране, я думаю, что, может быть, будем желать лучшего, но как-то вот эта вот тема, она замалчивается. По поводу вокруг нее нет никакого общения. Мне кажется, что наоборот, нужно вот этот вопрос выставлять на обсуждение и разговаривать, и размышлять. Почему? Потому что те люди, которые освободятся из межлечения свободы, они придут к нам в общество. Как нам их воспринимать? Что они будут здесь делать? Правильно. Как они озлобленные придут, не озлобленные, исправившиеся, не исправившиеся, исправившиеся. Потом, как нам взаимодействовать с их родственниками? Это же все наболевшая проблема, их родственники, они сидят в некой скорлупе. Они, вот даже сейчас, если мы сделали цикл бесед, ожидали хотя бы там, допустим, 10 человек хотя бы придет, хотя бы отзовутся на приглашение, и в наиболее в таком они ситуации, то за что с болью, они наоборот должны прийти и открыться. А нет, два человека приходят. Ну, хотя два человека приходят, все равно мы с ними общаемся, обсуждаем их проблему, и людям становится легче. Они уже выстраивают какие-то отношения со своими родными. И понимаете, это очень серьезно. Почему? Потому что в местах лишения свободы тоже бытуют свои стереотипы мышления, свое мировоззрение, своя психология. Понимаете? И главное, чтобы человек там, в местах лишения свободы, он не окунулся в мир тюремной романтики. И если отвечать на вопрос о сути нашей помощи... Да, вот чем вы можете помочь? Я понимаю, что вы выступаете в роли такой широкой жилетки, в которую можно поплакать, и это уже хорошо. Потому что своей болью поделиться, видеть, что ты вообще кому-то нужен со своими проблемами, уже, слава Богу, ну вот помимо этого. И помимо этого, на данный момент, конечно, как-то материально мы, может быть, и не можем помочь. Но мы можем помочь даже не столько с советом, сколько своей концепцией, своим опытом из общения с осужденными, с пенициарной системой, со священниками, с батюшками, с психологами. И здесь нужно проследить одну такую нить. Сейчас я в двух словах ее расскажу. Преступники попадают под арест, им выносится приговор, они уезжают в места лишения свободы. И вот здесь нужно понимать, что это не просто преступник, это живой человек. А в этом живом человеке кипят страсти. Реализация этой страсти, она переходит в грех. Есть грех малый, есть грех великий, большой, есть грех смертный. И вот эти все преступления, которые совершают преступники, это все смертные грехи, все большие грехи, за которые их могут посадить. И реализовав они этот грех, уезжают в места лишения свободы, а вот эта страсть, она никуда не делась. Она сидит в этом человеке, она в нем живет. Когда его изолировали от общества, он эту страсть реализовать не может. Он грех уже, который совершал на свободе, он его там не совершает. Потому что это невозможно сделать. И вот эта вот страсть, она не искореняется, но что происходит с ней? Она сжимается, 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 сжимается. Человек болеет от неё там, он страдает от неё. Страсть – это от слова «страдание». Человек страдает не столько от изоляции от общества, сколько от самого себя. Никто ему помочь в этом не может. Это вот вы сейчас некое подобие ада описываете. Да, да, некое подобие ада. И смысл тут в том, что я сейчас ещё вот это подчеркну, что никакими человеческими средствами этому человеку не помочь. Ни социологи, ни психологи, никто. Даже, хотя мамино доброе слово, внимание, любовь, оно необходимо человеку, оно как-то отчасти помогает, компенсирует его там одиночество, но оно тоже не вылечивает. Оно не работает в сфере его души, чтобы вот эта вот страсть куда-то делась. А она сжимается, сжимается, сжимается. Вы представляете, люди по 5, по 10, по 15, по 20 лет сидят вот с этими страстями. Но это в том случае, если человек там не встретится с Богом, не начнёт серьёзную духовную жизнь, да, не начнёт работать над собой. Сейчас я продолжу мысль. Это уже, вы знаете, мы перескачок сделали, а тут нужно провести всю логику. И вот смотрите, самое что интересное, человек отсидев, допустим, 10 лет, и зажавшись внутри, в этой скорлупе, с этими страстями, его освобождают. Как вы думаете, что получается? Ну, по-разному может получиться. По-разному, там ответ один. Знаете, какой? Я понимаю, пружина разворачивается, и всё... Почему? Потому что создаются условия свободные, да, для реализации греха. Пружина разворачивается, страсть скипает. И вот некоторые психологи не могут понять, почему человек, только освободившись, доезжает до вокзала и уже совершает преступление. Он ещё даже в город свой не приехал. А священники как раз это объяснить могут. А священники могут объяснить. И в день мы к этому вернёмся, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните? Добрый день. Здравствуйте. Я Елена, звоню сейчас из Московской области, город Апрелевка. Мы вас слушаем. Мы 15 лет проживаем здесь. В России. И у меня вот сейчас брат сидит в Пензе. Весь в стоянный лет, ну, можно сказать, от себя. Выйдет от Марти. У него гражданство Узбекистана. И вот у меня такой вопрос. Как мне сейчас вот его, если его выпустят, сделать ему гражданство или хотя бы временное жительство? В Узбекистане у нас ничего нет, кроме маминой могилки. И вот мне раньше говорили, что... Поняли, но все-таки речь идет не о такого рода помощи, а помощи духовной и психологической. Хотя, если Евгений может ответить, то я прошу его это сделать. Полностью я не смогу вопроса ответить на этот вопрос. Обратитесь к юристам. Это самый такой вопрос, который юристы только смогут вам ответить. Почему? Потому что гражданство, наше российское, Узбекистан, его нужно решать на месте. Как это все происходит? Ну, вообще говоря, слава Богу, что вы живете где-то недалеко от Москвы, если я правильно поняла. Потому что уж где-где, а в московской епархии совершенно точно, есть активно действующий, компетентный отдел по тюремному служению. Вот надо к ним достучаться, обратиться. И я больше чем уверена, что какая-то помощь будет. Уполномоченному по правам человека еще можно написать в письмо, у них узнать. Уполномоченному по правам человека. Они дают ему ответ. Вот эти два адреса. Ну, стучаться вам туда придется самостоятельно. Ну, вот два пути наш гость подсказывает. Ну, вот о закрытости темы. Дальше, может быть, продолжим сначала. Вот то, что я хотел сказать. Только если будет так же обстоятельно, то мы точно не успеем. Нам 4 минуты осталось поговорить. Да, ну что делать, надо договорить, потому что это логический конец должен быть. Ну, как-то вот просто будет динамично. Вы понимаете, вот когда сжата эта пружина, она выскакивает в свободных условиях существования, и человек снова совершает грех, снова совершает преступление. Если он там не встретился с Богом и не старается жить по-христиански, не бороться с тростями. Есть... Чем родственники могут помочь? Так, сейчас скажу. Если невозможно было на него влиять в плане воспитания, когда он вот был тут, сыночка, доченька, вот рядом, да? А там-то когда? Или наоборот? В общем, смотрите, какая ситуация. Маму начинают слушаться в этой ситуации. Не просто слушаться. Там такая ситуация, что человек отстранён от суеты. Он там погружается в одиночество и начинает размышлять о прошлой жизни. Начинает размышлять о будущей жизни. Там место и время для того, чтобы человек размышлял о смысле жизни. И если мама человек воцерковлённый, православный, христианин, или даже как-то, вы знаете, как-то близко к этому по интуиции стоит, то она может его как-то советами, утешением ему объяснять, что жизнь на этом, во-первых, не заканчивается. Во-вторых, нужно всё-таки для себя определить, что смысл жизни. Потому что там такая тенденция, что туда, когда окунается человек в тюремный, романизм такой, там украл, сел, вышел, украл, сел, вышел, украл, сел, вышел. И мама должна ему объяснить, что нет, не в этом смысл жизни, не в этом цель жизни. Цель жизни в том, чтобы вот там для тебя время и место – это по милости Божией. Даже не горе, даже не беда, а именно время для размышлений. И если ты правильно для себя определишь этот путь, если встретишься с Богом, если его церковишься, если будешь бороться с страстями, то для тебя открывается перспектива человеческой жизни на свободе. Почему? Потому что ты освобождаешься, вот эти вот страсти тебя так не гнетут. Ты некую свободу от Бога получаешь. И когда ты освобождаешься, вот пример просто привожу. Есть такая община города Краснотуринска, ИК-3, исправительная колония. Мы начали прослеживать людей, которые освобождались именно с православной общины. Они начали совершенно другую жизнь. Какую? Женились, создали семью, пошли на работу, ходят в храм, пять человек ушли в монастыри. Ну это же показатель. Ну ничего себе. Это более чем показатель. Более чем показатель, да. И я к чему говорю, что ни один человеческий инструмент в отношении осужденных, он не работает по исправлению жизни, не работает. Да, это все хорошо, хорошее к ним отношение, какая-то поддержка, все остальное. Но переломить себя он только может сам. И ему нужно сказать, если ты от этого отстранился, ему уже нужно сейчас еще показать путь. И некоторые думают, а какой путь показать? Пусть он сам себе это выбирает? Нет. Есть путь у нас христианский, есть Евангелие, есть Господь, который нам указывает путь. Евангелие говорит, вот на этом пути у тебя совершенно будет другая жизнь. Вот в этом смысл. Смысл помощи, чтобы мы общаемся с родственниками об этом. И наша цель, чтобы родственники доносили для ребят. Вот стараюсь успеть зачитать мнение наших зрителей. К сожалению, у нас практически только два серьезных таких отзыва на эту тему, что показывает, да, тема серьезная и тема закрытая. Виктория Везгина. Я познакомилась со своим мужем, когда он только вышел. Срок был большой. Но как ни странно, я даже не обнаружила в его поведении чертах характера, а вы понимаете, как многие там теряют себя, что сказала бы мне о том, что этот человек отсидел срок. И не поверите, почти четыре месяца я не знала об этом, пока он сам мне не сказал. Каково же было мое удивление, и не буду скрывать, испуг. Но любовь, друзья, любовь. И скоро отметим 30 лет нашей совместной жизни. Так вот, те трудности, которые испытывала его мать, когда он отбывал и впоследствии уже на свободе, очень тяжело войти в обыденную жизнь. Косые взгляды, натиск милиции по любому поводу, назойливые друзья, товарищи, оттуда тоже освободившиеся. Слава Богу, все в прошлом. Семьям заключенных живется трудно еще и потому, что вся жизнь выстраивается и работает на то, чтобы облегчить и поддержать своего непутевого. И на форуме пишет нам наш зритель Николаевич. А если бы Христос не сказал фразы, в темнице был, то имели бы люди такую любовь, чтобы заботиться о заключенных. Боюсь, что я не питал бы такой любви и не вспоминал бы о них. Стыдно мне за себя. А представьте себе еще, что среди наших братьев и сестер, может быть, и на вашем приходе, есть такие, кто живет в миру, на свободе, но его дом стал для него одиночным заключением. Может быть, имеет смысл организовать епархиальные отделы по работе с паствой, особенно той, на которую времени не хватает у пастырей, или спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Друзья, я попрошу нашего гостя очень быстро озвучить для тех, кто живет в Екатеринбурге и области. Куда, когда, во сколько приходить на беседы, если таковые беседы вам нужны? Храм на Крови по пятницам с 6 до 8. Приходите, всех ждем. 18 до 20 часов. Приходите еще, у нас осталось 3 беседы. 3 пятницы мы будем об этом беседовать. Будет с нами батюшка. Батюшка тоже отвечает на вопросы. И в конце передачи еще... Батюшка, который много лет уже несет тюремное служение. Хочу поблагодарить, и чтобы вы тоже все знали, есть такой у нас Екатеринбургская епархия Игорь Пыжьянов. Он в храме на Крови, и в Екатеринбургской епархии отделом отвечает за один отдел, который занимается тоже тюремным служением. Был и на пожизненном заключении. Ему огромная благодарность, потому что... В смысле, он не сам был на пожизненном заключении? Да, он туда и приезжает. Он приезжает в самые разные места лишения свободы, в том числе и для тех, кто лишен свободы пожизненно. Проводит там различные беседы, спортивные мероприятия. И делает все это искренне, очень по-доброму и с огромным желанием помочь людям посетить в темнице Христа. Спасибо Евгению, спасибо Игорю Заочину, спасибо вам, дорогие друзья, за участие в этом обсуждении и за внимание. Смотри, звонков почти не было. Иногда это бывает плохо, а вот в этой ситуации, наверное, хорошо. Все слушают. Всего доброго, даст Бог. Завтра увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok